Украина защищает не только свою свободу, но и свободу всех европейцев. Об этом заявила министр иностранных дел Германии во время визита в Киев. Это уже восьмая поездка на Лены Бербак в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Глава немецкого МИДа встретится со своим украинским коллегой и президентом Зеленским. Как отмечается на сайте правительства Германии, среди прочего Бербак обсудит энергетические потребности Украины и противовоздушную оборону страны. 169 боевых столкновений было зафиксировано на фронте за минувшие сутки. Как сообщили в генеральном штабе ВСУП, самая сложная ситуация на Кураховском и Покровском направлениях. Там войска РФ совершили по 27 атак. Кроме того, Силы обороны отбили 16 попыток наступления противника на Купенском участке фронта, 12 на Авремеевском и еще 9 на Лиманском. Как подчеркнули в генеральном штабе, ракетные войска и артиллерия Силы обороны Украины за минувшие сутки нанесли три удара по районам скопления российских войск, а также поразили три артиллерийские системы и оперативно-тактический ракетный комплекс противника. Уже буквально вчера мы возобновили ряд позиций на Донецком направлении. Это хороший показатель, что мы можем и контратаковать, и возобновлять позиции, не дать противнику захватывать или заходить с тыла, или захватывать новые населенные пункты, особенно там, где проходят туристические пути. То есть сейчас тактика выматывания врага, нанесение ударов по выступам, где они очень активно сейчас продвигаются в плане создания полукружений. Ну и, конечно, большие удары по резервам. Это очень важная составляющая, потому что подход новых сил СССР, это и техники вооружения, и соответственно, живой силы ослабляет наступательные операции. Поэтому сейчас решающая стадия. Мы генерируем все силы и отрабатываем нестандартные же варианты. Потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 700 тысяч человек. Только за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 1300 захватчиков. Также они уничтожили 11 российских танков, 15 боевых бронемашин, 35 артиллерийских орудий и одну реактивную систему залпового огня. Кроме этого, украинские военные сожгли 80 единиц автомобильной и специальной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Российские войска нанесли авиационный удар по поселку Ковшаровка Харьковской области. В результате атаки ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Как сообщили в областной прокуратуре, по предварительным данным, под завалами находятся трое погибших. Один человек получил травмы. На месте российского теракта продолжают работать профильные службы. Ряд европейских лидеров уже поздравили Майю Санду с победой во втором туре президентских выборов в Молдове. Так, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Санду безопасно провела страну через трудные времена и определила ее европейский курс. Президент Франции Эммануэль Макрон акцентировал внимание на том, что в Молдове демократия победила, вопреки всем вмешательствам извне. Также Санду поздравили председатели Европарламента, премьер-министр Польши, президенты Румынии, Грузии, Еврокомиссии и украинский лидер Владимир Зеленский. Поздравляем Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства. Граждане Молдовы четко определились. Они выбрали путь к экономическому росту и социальной стабильности. Только настоящая безопасность и мирная, единая Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье уверенность в завтрашнем дне. Вадимир Зеленский, президент Украины, в соцсети ИКС. Центральная избирательная комиссия Молдовы завершила подсчет голосов во втором туре президентских выборов. Действующая глава государства Майя Санду набрала чуть более 55% голосов, тогда как ее оппонент, представитель партии социалистов Александр Стояногла, около 44,5%. За выборами в Молдове внимательно следила корреспондент Фридом Лариса Петру, которая сейчас на прямой связи со студией. Лариса, добрый день. Рассказывай подробности голосования и то, как в Молдове приняли победу Майя Санду. Да, Михаил, добрый день. Действительно, вот как ранее ты упомянул в студии, процитировал канцлера Германии Олафа Шольца. Молдова прошла достаточно сложные времена, очень сложным был выбор. Достаточно сложно проходил и первый тур президентских выборов, и второй тур, и, конечно же, референдум о вступлении страны в Евросоюз. Но об этом поговорим чуть позже. Давайте сейчас вернемся к тому, как прошел второй тур. Здесь в Молдове восприняли результаты голосования по-разному. Об этом свидетельствуют и сами проценты, которые набрали оба кандидата. Действительно, общество Молдовы достаточно остается поляризированным после референдума и во время второго тура. Если говорить о том, как прошли выборы, фиксировались нарушения. Это было как фотографирование бюллетеней, заполненных бюллетеней, что, напомню, запрещено согласно законодательству Молдовы. Это был и подвоз граждан, к примеру, на границе между непризнанным Приднестровьем и территорией Молдовы, которая контролирует Кишинев. Образовалась пробка из машин. Там было сообщение о заминировании. На месте работал спецназ. Движение автомобилей было остановлено. Однако люди в пешем порядке могли проходить через мост. Ну и кроме того, были сообщения о заминировании участков, в том числе и на зарубежных участках. Давайте послушаем комментарии представителя Центральной избирательной комиссии детальнее о том, какие фальсификации и нарушения были вчера на выборах. Указали в основном на подкуп избирателей и подвозы избирателей на избирательные участки. Приоритетно в участках, которые были организованы за рубежом. То есть, идет речь о таких странах, как Беларусь, Азербайджан, Турция и, естественно, Российская Федерация. Кроме того, были зарегистрированы изолированные случаи подвоза избирателей и на территории Республики Молдова. Приоритетно на избирательных участках, где голосовали жители, проживающие в Приднестровском регионе Республики Молдова. Да, коллеги, извините, плохая связь, работаем все-таки за рубежом. Так вот, если вернуться к выборам, да, действительно, Михаил, как ты и сказал, в студии около 55% голосов набрала действующий президент Майя Санду. Около 44% голосов набрал ее оппонент, представитель партии социалистов Республики Молдова Александр Стояногло. Доявка во время второго тура президентских выборов была чуть выше, чем на первом, около 54%. Ну и особенно активными в этот раз были представители диаспоры молдавской. За рубежом более 300 тысяч граждан Молдовы пришли на выборы. Конечно же, там не обошлось без фальсификации и махинаций. Вот как сказал ранее представитель Центральной избирательной комиссии, осуществлялись подвозы граждан Молдовы на участки в отдельных странах. Из территории Москвы. Ну а если говорить о том, какая реакция внутри Молдовы самой на выборы, которые прошли вчера, давайте послушаем мнение людей. Мы опросили граждан Молдовы на улицах Кишинева. Прошу прямую речь. У меня нету именно какого-то, так сказать, не был какой-то именно выбор или что-то типа. Ну я не знаю, кто будет выиграть. И мне не особо важно, кто будет выиграть. Я голосовал за Сандо, поэтому, да, доволен, что сказать. Голосовали за европейское будущее, за стабильность. Вот и все. Каждый из нас хочет стабильности, хочет мира над головой. Ответ очень простой. Хочу напомнить о том, что первый тур президентских выборов, как собственно и референдум о вступлении страны в Евросоюз, прошел еще 20 октября, еще до проведения первого тура. Здесь, в Кишиневе, заявляли о массовом вмешательстве в демократические процессы внутри страны. Так, при помощи беглого пророссийского олигарха Ила Нашора, здесь, в Молдове, была создана целая сеть агентов. Люди получали так называемую зарплату через карточки одного из российских банков. Эти деньги можно было обналичить лишь на территории непризнанного Приднестровья. Эти люди занимались агитацией внутри страны, организовывали митинги и в целом распространяли прокремлевские нарративы. На фоне таких вмешательств прошел первый тур выборов президента, как и референдум о вступлении страны в Евросоюз. Тогда, 20 октября, хоть и с небольшим перевесом, всего лишь в полпроцента, однако Молдова сказала «да» европейскому будущему. Как мы видим, и во время второго тура выборов также не обошлось без фальсификации. Однако выборы состоялись, Молдова сделала свой выбор. Вот сейчас наша съемочная группа находится около президентуры, около того здания, где собственно и находится кабинет главы государства. Как мы уже знаем, по результатам выборов Майя Санду вновь придет сюда и вновь будет президентом. Ну что ж, коллеги, у меня на этом пока все. Передаю слово тебе, Михаил, в студию. Лариса, спасибо большое за детальную информацию. Лариса Петрук из Молдова рассказала о том, как проходил второй тур президентских выборов. В них, напомню, победила Майя Санду, которая находится у власти с 2020 года и является сторонницей евроинтеграции Молдовы. И к другим актуальным темам. Шторм Дана накрыл восточные регионы Испании. В результате потоплены некоторые дороги. Возникли перебои с движением региональных поездов. Отменены или перенесены рейсы в аэропорту Барселоны. В школах из-за непогоды отменили занятия. Жители региона получили предупреждение о повышенной опасности из-за интенсивных дождей. Правительство Испании уже заявило, что направило 7,5 тысяч военных для помощи жителям восточного региона страны, пострадавшим от разрушительных наводнений. У нас здесь развернуто воздушное подразделение полиции Испании с четырьмя беспилотниками. Есть такие же подразделения и в других частях столицы и провинции. Беспилотники выполняют задачи по предварительному осмотру затопленных территорий. Для нас это очень важная задача, которую выполняют наши коллеги из полицейского воздушного подразделения. Ведь с помощью дронов мы сможем попасть внутрь помещений и получить первое визуальное представление о том, что там происходит. В Финляндии начались крупнейшие артиллерийские учения стран НАТО в Европе. Удар молнии. Это первые масштабные маневры на финской территории с момента вступления страны в Альянс. Они продлятся до конца ноября. В учениях задействованы более 3,5 тысяч военнослужащих. Как заявили руководители учений, главная цель союзников – демонстрация оборонных возможностей Альянса в регионе Северной Европы. Масштаб учений показывает, что в случае необходимости мы можем получить поддержку от членов Альянса очень быстро, а также от командования вооруженных сил НАТО. Это хороший пример того, что наша собственная полевая артиллерия в сочетании с силами и средствами Альянса формирует прочную оборону в северной части Финляндии и НАТО. Янны Мякетова, руководитель учений «Удар молнии-24». Генеральный секретарь Рюте посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как сообщает Deutsche Welle, стороны обсудят политику безопасности в Евроатлантическом регионе, в том числе развертывание войска НДР в России. Размещение северокорейских войск на территории России и их предполагаемое участие в войне против Украины обсуждали на встрече в Сеуле Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел и торговли Южной Кореи Чот Хэйель. Стороны отметили, что действия России и Северной Кореи несут угрозу миру и Европе, а также Азии. На фоне этой угрозы глава Еврокомиссии европейской дипломатии призвал Южную Корею нарастить поддержку Украины. США. Южная Корея и Япония провели совместные воздушные учения в ответ на испытания Северной Кореи межконтинентальной баллистической ракеты. Пхеньян в очередной раз нарушил резолюцию Совета Безопасности ООН. Как Южная Корея укрепляет оборону, чтобы противостоять возможной агрессии северного соседа? В нашем следующем сюжете. Надводами Южной Кореи Японии. Американские южнокорейские и японские истребители сопровождал сверхзвуковой стратегический бомбардировщик США Б-1 «Ланцер», сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи. Во время учений бомбардировщик нанес удар по условной цели. В Объединенном комитете начальников штабов заявили, учения стали ответом на запуск Северной Кореи межконтинентальной баллистической ракеты. Маневры демонстрируют интегрированный расширенный потенциал сдерживания растущих ядерных и ракетных угроз Северной Кореи. США, Япония и Южная Корея будут укреплять координацию для сдерживания и совместного реагирования на северокорейскую угрозу. Постепенно расширяя трехстороннее сотрудничество из заявления Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи. 31 октября КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Пуск был произведен из Северного Пхеньяна. В сторону Японского моря сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи. В Минобороны Японии отметили, полет ракеты продлился 85 минут на высоте около 1000 метров. В Сеуле считают, что КНДР, вероятно, завершила подготовку к очередному ядерному испытанию. И готовятся запустить еще одну ракету дальнего радиуса действия. Для развития своих вооруженных и ядерных программ КНДР, по информации Южнокорейской разведки, использует российские технологии. Москва предоставляет их в обмен на солдат и снаряды. Наши военные отслеживали подготовку Северной Кореи к запуску баллистических ракет в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами. Первоначальное мнение пока таково. Возможно, Северная Корея провела испытательный пуск новой твердотопливной баллистической ракеты дальнего радиуса действия. Вашингтон осудил действия Пхеньяна. В Пентагоне подчеркнули, что Соединенные Штаты намерены защищать Южную Корею с применением всех видов вооружений, включая ядерное. Соединенные Штаты остаются полностью привержены обороне Южной Кореи. И наши обязательства по расширенному сдерживанию остаются железными. Мы также вернулись к широкомасштабным учениям с нашими союзниками. И это усиливает нашу общую готовность и оперативную совместимость. В Сеул и Вашингтон договорились принять решительные меры в ответ на угрозы со стороны Пхеньяна, говорится в заявлении Министерства обороны Южной Кореи. В 2023 году США и Южная Корея заключили соглашение о противодействии северокорейской ядерной угрозе. В одном из пунктов документа идет речь о том, что периодически США будут размещать американские ядерные подводные лодки в Южной Корее. И привлекать Сеул к операциям по ядерному планированию. Грузинская оппозиция подтвердила акцию протеста против результатов парламентских выборов. Она запланирована сегодня вечером в Тбилиси, сообщает агентство новости Грузия. Протестующие соберутся перед зданием парламента в 19.00 по местному времени. Акцию проведут на девятый день после выборов, официальные итоги которых не признают четыре оппозиционные объединения. Они требуют международного расследования из-за массовой фальсификации. Напомню, это будет вторая протестная акция оппозиции после выборов. Первую провели 28 октября после того, как были объявлены предварительные итоги. Президент Грузии Саламе Зурабашвили отказалась поздравлять грузинских дипломатов с профессиональным праздником. Об этом глава Грузии сообщила накануне вечером в Facebook. Зурабашвили объяснила, что не может поздравить дипломатов из-за их молчаливой позиции относительно антизападных шагов действующей грузинской власти. Я не поздравляю вас с днем дипломатии, несмотря на то, что 20 лет назад именно по моей инициативе была учреждена эта важная дата. Сегодня правительство топсет желанный европейский путь, а большинство дипломатов молчат. В это время вы, молчаливые послы Грузии, заседаете в Брюсселе, Вашингтоне и скольких еще европейских столицах. И ради чего, если вы не решаетесь подать в отставку, громко заявить или зафиксировать другое мнение. Что же вам остается? Неужели вы так сильно боитесь? Саламе Зарубишвили, президент Грузии, Facebook. Напомню, выборы в парламент Грузии прошли 26 октября. В армии голосования фиксировали нарушения избирательного процесса. Кроме того, массовые вбросы бюллетеней, выдача нескольких бюллетеней одному человеку, а также стычки на избирательных участках. По данным ЦИК, провластная партия «Грузинская мечта» получила 54% голосов. В свою очередь, президент Грузии Зарубашвили и оппозиция отказались признавать эти результаты. Протесты в Грузии, а также перспективы возобновления движения страны в ЕС, далее обсудим с гостем. Дмитрий Шашкин, член Полицсовета единого национального движения Грузии. С нами на связи. Дмитрий, рад приветствовать вас на Freedom. Добрый день. Первые митинги после парламентских выборов и победы правящей партии прошли сразу после объявления результата, 28 октября. И только сегодня вторая волна протестов, которая и должна, скажем так, очертить дальнейшие перспективы страны. Расскажите, что происходило в Грузии в течение этих последних дней и какие ожидания от митинга сегодня? Ну, этот период нужен был для того, чтобы собрать все эти доказательства фальсификации, которые существовали. Привести их с участков, собрать, проанализировать, положить в определенном порядке, рассортировать и так далее. Выборы, как вы уже отметили, характеризовались тотальной фальсификацией. Такого не было в Грузии со времен Шевернадзе. Я такого не видел с 2003 года в Грузии. Эти выборы, как вы уже тоже сказали, не признали ни международной организации, ни местной наблюдательной организации. Самая большая наблюдательная организация Грузии, которая 30 лет уже наблюдает за выборами, прямо указала в своем отчете, что те нарушения, которые были зафиксированы, они повлияли на результат выборов. Международные наблюдательные организации заявили, что эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Даже такая организация, в которой огромное влияние имеет Россия, как ОБСЕ и ОДИР, даже они были вынуждены сказать, что они были исключены из всех критических процедур, которые проводила Центральная избирательная комиссия. Они не могут взять на себя ответственность за то, что там творилось. Так что, да, к тому же президент Соединенных Штатов Америки выступил с заявлением, что эти выборы не признает весь мир как свободный и справедливый. Любые выборы имеют основополагающие значения, как таковыми является, например, тайна голосования. Эти выборы не были тайными, потому что в последний момент, когда изменила Центральная избирательная комиссия, ручки и карандаши на участках, на фломастеры пропустили чернила, и с тыльной стороны было видно, кто за кого голосовал. И благодаря этому шел полный контроль административного ресурса и запугивание людей. Деньги раздавались как в предвыборном процессе, так и в день выборов. Просто тупо вокруг участков стояли люди, раздавали деньги. Избиение людей. Председатель Единого национального движения Барнольдской организации был зверски избит прямо на участке. Ему понадобились операции, собирали лицо, у него были поломаны лицевые кости. Запугивание людей шло на государственном уровне. Вы сами видели, какие билборды правящая партия вывешивала на улице. Разрушенные церкви Украины, разрушенные российскими войсками. И призывами не голосовать за оппозицию, потому что тогда и Грузию ждет то же самое. Такое количество было нарушений, такое количество огромное нарушений, что это нужно было несколько дней, чтобы все это собрать, проанализировать, рассредоточить, расположить в правильном порядке. И после этого сегодня уже оппозиция представит план следующих действий. Насколько я понимаю, в течение вот этой недели президент Зурабешвили, которая не признала результаты выборов и назвала их, скажем так, российской операцией, она встречалась с представителями оппозиции. О чем говорили на этих встречах? Что будем делать? Те же, реально, план очень простой. Есть всего две вещи, которые мы можем сделать. Так как у народа отняли право голосовать и право менять правительство путем выборов, у него это право забрали. Это право было в ДНК грузин с 2003 года после революции Рос. Допустим, в 2008 году, когда были протесты, Михаил Саакашвили ушел в отставку, выиграл выборы, вернулся. В 2012 году он проиграл выборы, передал в течение получаса власть оппозиции. Тогда это была грузинская мечта. Хотя мы знали, что это российский проект, это не грузинская, а русская мечта на самом деле. Так что это все видели, что это возможно. Это было в ДНК грузин. Была огромная надежда, что выборами, демократическим путем можно решить все проблемы, которые сейчас существуют в государстве. Это право отняли у людей. Осталось две вещи. Это протест, протест, еще раз протест. И это помощь наших западных партнеров. Кстати, ряд западных партнеров, как вы говорите, грозятся пересмотреть свои отношения с Грузией, которая ранее неоднократно заявляла о желании сблизиться с Европой. Насколько, по вашему мнению, изменились перспективы евроинтеграции? И вообще, какая реакция последовала от стран Запада после парламентских выборов? Евроинтеграция в Грузии остановлена. Это очень тяжело, но это факт. Это не домыслы, это заявления высокопоставленных чиновников Евросоюза. Все. Евроинтеграция остановлена до тех пор, пока эти люди находятся у власти. Заявления, которые последовали из Вашингтона, которые последовали из Брюсселя, из Европы, они правильные, это хорошие заявления, правильные заявления. Они констатировали, они сказали правду. Они не пытались ее украсить, они сказали правду. Но теперь за вот этими заявлениями народ Грузии ожидает конкретные шаги. Остановка евроинтеграции для русской мечты, для кураторов с Россией, это то, чего они добивались. Так что это никакое не наказание для этих людей, которые украли у народа выборы, которые у права народа украли избирать в власти. Это не наказание для них, это наказание для страны. Разговор о том, что остановят визу либерализацию, и опять будут введены визы, это опять же не для них наказание. У них у всех дети в Европе, у многих из них двойное гражданство. Они своих жен возили в разные страны рожать, чтобы получать гражданство с помощью детей. Так что это не проблема, это будет опять же наказание народа, а не этих людей. А то, что может сделать Европа, и то, что может сделать Америка, это санкции на их украденные деньги, которые они украли у народа Грузии. Я хочу вернуться на шаг назад. Грузинская мечта получила на выборах больше 50% голосов, даже учитывая там фальсификации. Вот можете объяснить, почему партия, которую неоднократно обвиняют, скажем так, в обслуживании интересов Кремля, имеет такую поддержку в стране, где почти 80% населения стремятся в Евросоюз? По разным данным фальсификация была в пределах 25%. То есть приблизительно половину своего рейтинга они украли у народа Грузии. Но вы абсолютно правы, даже те остальные 25-30%, которые они имеют, вызывают вопросы. Откуда этот рейтинг? Все очень просто. Первое. Это пирамида, которая была выстроена в течение последних 12 лет нахождения у власти. В эту пирамиду входят так называемые социально незащищенные граждане, более 300 тысяч, которые получают каждый месяц социальную помощь от государства. В любой момент она может прекратиться. То есть там нету какого-либо обязательства взятого государства. Каждый месяц она пересматривается. В любой момент у них могут эту социальную помощь забрать. Второй вопрос. Это вторая категория людей. Это так называемые краспосрочные контракты. Это огромное количество людей, которые надели на государственную службу на краткосрочных контрактах. Каждый месяц им ее продлевают. В любой момент их могут выгнать с работы, и они останутся без средств существования. Доходит все это до абсурда. Допустим, в маленьком городке Грузии, Цалинджиха, который находится на границе с оккупированной Абхазией, в мире работает больше людей, чем в мире Лондона. Более 900 человек. В маленьком районе 40 минут езды от Билиси, в котором всего проживает 25 тысяч человек, 300 человек работают в департаменте спорта. К Олимпиаде готовят, видимо, свой район. Так что это вторая категория людей. Третья категория людей – это те люди, которые участвуют в тех коррупционных схемах, которые русская мечта создала и наживаются на этом, на том же реэкспорте в Россию. И четвертое – это люди, которые, правда, боятся. Это обычное подсознательное чувство, страх, который существует в любой стране. И есть категория людей, которым очень сильно подвластны. Когда их запугивают каждый день с государственных каналов пропаганда запугивает, что будет война, то есть определенная категория людей, которые боятся. Дмитрий, перед парламентскими выборами в эфире «Фридом» вы сказали, что выборы решат, останется ли Грузия независимым государством или станет губернией Российской Федерации. Уже после итогового голосования к какому исходу сейчас ближе судьба страны? Сейчас судьба страны висит на волоске, и она находится в руках людей, которые сейчас на улице. И единственное спасение для этой страны – это вот этот протест и помощь наших западных партнеров. Я хочу еще раз подчеркнуть одну очень важную вещь. Грузины будут бороться. Как они боролись столетиями за независимость, как они боролись и с Российской империей, и с Советским Союзом, и после развала Советского Союза, когда мы боролись за свою независимость. Это однозначно. Мы точно так же ждем поддержку демократических сил Запада. И это не потому, что кто-то нам что-то должен, или так должно быть. Нет. Очень важно понимать, что будущее безопасности Европы, в том числе безопасность Украины, проходит сейчас в том числе и по продемократическому курсу Грузии. Грузия стала важнейшим звеном в цепи, которую построила Россия для обхода санкций, как экспорта, так и импорта. Россия в течение, если останется эта власть, и прошився сила «Русская мечта» останется у власти, в течение года Россия получит контроль над тремя основными портами Грузии. Это Патуми, это Поти и это строящая Лазика. Вместо закрытого верхнего потока Байкал-Амурской магистрали и подсоединения к Новороссийску, она получит три новых порта и будет иметь неограниченное количество ресурсов для ведения войны. В Украине, в Европе, если она собирается это делать, и никто от этого не застрахован, и очень шансы большие. Так что наши западные коллеги должны понимать одну очень простую вещь. Или сейчас они поддерживают народ Грузии в борьбе, и это в их интересах. Никто никому ничего не должен, но надо понимать и трезво оценивать ситуацию. Если Россия получит три порта еще в свое распоряжение, она получит неограниченные ресурсы для ведения войны. На данный момент у России, кроме Грузии, в Европу, сухопутные границы практически все закрыты. Через Центральную Азию, через Китай, везде очень дорого. В Центральной Азии, допустим, Казахстан и Китай отказываются пропускать санкционные товары, которые пропускает Грузия. Вы понимаете, что Гонконг, несмотря на то, что он находится на территории Китая, микросхемы везут из Гонконга не через китайскую российскую границу, а через грузино-российскую границу. Потому что Китай отлично понимает, что свои компании он не подставляет под санкции. А в Грузии здесь эти люди, которые сейчас в власти, они думают двумя-тремя месяцами вперед, а не на годы вперед. Дмитрий, спасибо большое, что разъяснили ситуацию. Дмитрий Шашкин, член Политсовета Единого национального движения Грузии, был с нами на связи. Мы говорили о результатах парламентских выборок в Грузии и несогласии грузинского народа. В частности, оппозиции с этими результатами. Телеканал Freedom продолжает следить за ситуацией. А пока на этом все. Следующий выпуск новостей смотрите вечером. Он, как и всегда, в 21.00. До встречи на Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова